всем привет привет я всех приветствую спикеров и собравшихся послушать на сиквеле нашей очень страшной елки история этой встречи такая что в прошлый раз мы встречались ровно неделю назад и обсуждали различные страхи и тревоги фобии связанные с переводческой профессией и разными ее аспектами и пообщавшись три три часа мы решили что все таки не по всем вопросам мы прошлись поэтому решили устроить такой небольшой догонную вторую часть снять возможно будет менее кассовая в том смысле что нас нас пока что меньше но в любом случае она будет я думаю такая же интересная единственное что мы сразу решили что больше двух часов мы сегодня не сидим потому что ну это очень классно и интересно но тем не менее немножко тяжеловато поэтому через полтора часа максимум мы перейдем к тому что ответим на вопросы вопросы можно задавать по ходу всего звонка в чатике мы все его видим значит первый вопрос такой а нужно ли нам представлять спикеров сегодня потому что есть подозрение что все нас уже знают и возможно пришли те кто уже приходил на предыдущие мероприятия про поэтому давайте так мы не договорили вот именно да именно так мы не договори я не договорила так что давайте так если кто-то не знает спикеров и хотел бы узнать кто из нас кто просто поставить плюсик в чатике и мы тогда представимся по быстренькому а если нет если сейчас плюсиков я не увижу то я думаю что мы просто перейдем сразу к обсуждению да я думаю что спикеры знакомы плюс кто-то не знает спикеров прекрасно тогда я думаю поскольку у нас нас сегодня меньше как раз сегодня можно представиться ну собственно с другой стороны зачем мы готовили презентацию если мы не будем ее показывать скажите пожалуйста презентация моя видна отлично тогда давайте ну давайте используем это время с пользой я покажу презентацию нашу значит скажу что у нас практически у всех спикеров есть свой телеграм-канал личный который ведет этот автор поэтому если кому-то интересно подписаться наводим qr-код на qr-код сканер в смартфоне и переходим подписываемся значит два слова обо мне я работаю в в основном в игровой локализации зовут меня елена худенко я в прошлом локализатор компании дуалинга сейчас работаю менеджером локализации в студии мобильной разработки я член союза переводчиков россии и автор канала венская рыбка дальше я предлагаю каждому про себя немножечко рассказать передаю слово кириллу мы максимально кратко далее да да все видно обо мне кирилла батыгина или китайская медиа бухань я письмо и постепосоветный переводчик мои основные языки китайский и английский плюс где-то на задворках французский и испанский с которыми я более или менее работаю но не считаю себя специалистом я активный коммерческий переводчик у меня есть мое собственное бюро я обычно называю сообществом переводчиком у нас где-то более 200 постоянных клиентов мы работали со всеми от музея московского кремля до атома я также являюсь активным переводчиком литературы как видно по фотографии сейчас жду 20-25 книгу в моем переводе и участник резиденции переделки вот так всем привет меня зовут аня я тут выступаю как немножко да в другой чем все а потому что я не переводчик я когда я редактор и когда регистрировалась на этой платформе там один вопрос я прям зависла над ним потому что там было имеете ли вы и какое отношение к переводу и там от перевожу устно перевожу письменно рук вожу что-то еще до не имею и как бы и не хочу варианты что я имею но не перевожу как бы не было а я конечно имею отношение к переводу потому что я их редактирую и мне кажется что это довольно такое прямое отношение к ним да я редактирую как ответственный редактор в издательстве и как литературный редактор внештатно рабочие языки английский и немецкий еще одна книжка у меня была на испанском но как бы пока больше не удалось что-то сделать с этим языком надеюсь в будущем будет и я дважды была резиденткой переделки на замечательно спасибо аня переходим критик всем привет меня зовут рита ключак я перевожу с немецкого языка я начала переводить четырнадцатом году и переводила устно письменно последовательно и синхронно в кабине и шушутаж и документы в общем все что можно перевести я переводила у меня не было особой какой-то специализации но в основном мои тематики это международные отношения какая-то общеполитическая тематика я проходила практику в бундестаге это парламент германии не переводческую сейчас я у меня не переводческая должность работаю до января full time теперь 80 процентов то есть у меня четырех дневка в офисе я выполняю функцию референта а в свободное время перевожу книги с немецкого языка в прошлом году я начала в двадцать первом в прошлом году перевела три книги сольно до этого две книги еще коллективе автора то есть сейчас мои основные моя основная сфера интересов это художественный перевод ведение блогов у меня их много но вот основной самый такой личный любимый на экране и еще я с этого года точнее с прошлого веду учусь в аспирантуре и пишу диссертацию о переводческих блогах поэтому мои коллеги сегодня по мероприятию также люди на которых на материале которых я становлюсь кандидатом наук так что коллеги спасибо вам большое пишите еще очень рада мы твои подобные подопытные кстати по моему из твоего блога я уже брала что-то для одной статьи но это такие обезличенные примеры но ты уже точно мой подопытный ролик это очень интересно здорово но я на самом деле польщина и рада так в миловидова к нам возможно присоединиться чуть чуть позже пока что пока что ее нет но если она сможет что она к нам сегодня тоже подключиться галя сегодня с нами нет передаем с уважением да всем здравствуйте и спасибо что снова пришли меня зовут женя я перевожу с английского на русский и украинский языки перевожу для бюро перевожу книги и с недавнего времени с конца прошлого года перевожу еще сериалы за эту неделю что мы не виделись у меня новости мне предложили еще один сериал на этот раз с английского на той неделе говорила что какие сложности в авп сложно переводить турецкого не зная его но вот теперь я перевожу с английского и перевожу то что мне нравится но я не могу об этом рассказывать это секрет секретный секрет но я очень этому рада я думаю когда станет можно ты об этом обязательно поэтому еще плюс причина подписаться на наложение чтобы узнать что же она такое секретная переводить да но в принципе это все вкратце хорошо спасибо тогда переходим к томе всем привет меня зовут тома я аудиовизуальная переводчица с девятнадцатого года но я уже несколько лет перевожу в основном игровое кино и полнометражные фильмы сериалы и тут как раз вот как будто перед страшными елками я перевела несколько хорроров подряд к сожалению каких-то блестящих хорроров не как пока не попадалось все какие-то такие вторичные тем не менее я иду к этому у меня тоже есть канал лесной болван он скорее о карьере о финансах об индустрии аудиовизуального перевода собираюсь я сделать еще один канал про обучение аудиовизуальным переводом потому что эта тема в этот блок не умещается вот я еще часто преподаю перевод под озвучивание субтитры нет так как это я считаю специализация вот работая с английским язык то самое главное забыла я думаю что да это важно во первых во вторых я считаю что все хорроры хороши поэтому и все они нужны я например я лично смотрю и читаю только хорроры так что я добавлю тебя что любое произведение которое творит как-то одного человека заслуживает место быть абсолютно да абсолютно и заключительно а юли послушаем или представься пожалуйста всем привет меня зовут юля я переводчица игр заодно и тестирую игры чтобы как-то войти в профессию я начинала с перевода фанфиков по гарри поттеру потом уже перешла с к работе с netflix у меня есть часть мультиков переведенных для netflix мои самые любимые это хильда и охотники на троллей и тестирование для netflix я тоже проходила я чем могу похвастаться мой самый крупный проект это atomic heart и за эту неделю как у жени тоже есть приятные новости появился следующий крупный проект очень ему рада он конечно не такой громкий как atomic но все равно очень очень классная игра и в следующем месяце она выходит как только так сразу смогу сообщить о названии а и забыла у меня пара тоже только русский и английский это к слову о том что переводчики исключительно с английским не смогут выживать нет переводчики только с английским они выживают и живут достаточно нормально вот и первый миф мы уже сегодня развеяли замечательно вообще спасибо большое я думаю что прессу я пока что выключу чтобы было больше места под чатик в частности давайте пройдемся по тем вопросам которые мы с вами намечали но до которых не добрались на прошлой неделе первый такой вопрос это вот срочные заказы я думаю что это все что связано с этим что заставляет взяться за срочный заказ и если такая история что например я боюсь я знаю что я не успеваю но я все равно его возьму потому что я боюсь отказать например у кого что есть по этому поводу кирилл начинает кирилл я извиняюсь нет звука включи микрофон пожалуйста спасибо большое мне кажется здесь два страха в одном меня очень конкретный подход в данном случае у меня есть сложности с тем чтобы говорить нет это всегда тяжело всегда опасаешься что скажешь нет и тебе уже не вернут не вернуться я в целом я редко говорю нет это обычно в исключенных случаях но 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 я целенаправленно не беру проекты которые не по моим срокам я сейчас смотрю на проект я оцениваю сколько мне необходимо делать его минимально каждый день чтобы его выполнить в комфортном режиме любые проекты которые которые срочно нужно было вчера или горячий на мой взгляд пусть лучше лучше сгорает и я честно подполагаю что любой перевод заслуживает определенной тщательности и определенное время чтобы он подошел шел дошел до зрелости до вызовы измительности и я понимаю что это не для всех возможно комфортно то есть для кого-то срочный заказ будет целесообразным я лично ушел от этого в принципе я полагаю что срочные заказы провоцируют в конечном счете как раз выгорание особенно когда их много и особенно когда хочешь условно подстроиться под заказчика а заказчик не понимает как свой свой процесс перевода и просто начинает закидывать до бесконечности работы мне кажется сроки это это должно быть принципиально это срок должен определяться в первую очередь по согласованию с переводчиком конкретно переводчик который будет выполнять этот проект а не заочно за курицами тома давай я у себя вы нашла волшебную кнопку оказывается я могу включать и выключать ваши микрофоны я почувствовала этот интимный момент вообще шикарно я не знал что так можно но теперь я буду всегда так делать я согласна с кириллом я действительно тоже замечала ну я могу сказать сказать сразу что у меня нету страха срочных заказов но я наблюдаю вот других людей что они соглашаются мне как-то просто не знаю так получилось что мне нет если мне про срочный заказ я 95 процентах случаев скажу просто нет я не люблю делать что-то очень быстро и чаще всего у меня нет времени у меня все забито постоянно проектами вплотную или какими-то бытовыми делами вот я вот так вот планирую время очень плотно либо либо откисаю от этого от этой череды дел поэтому я срочные заказы не беру я бы добавила еще что вот я вижу что некоторые боятся не брать срочные заказы потому что уверены что они все срочные вот в аудиовизуальном переводе я такое замечаю то есть человек работает только с одной студии там всегда все очень очень быстро он никогда с другими студиями не работал и думать что так везде и прямо вот мне даже пишут это но о чем поговорить и типа вопадаю там один день на серию и никогда не давали детей на серию вот там на передачу или на серию 45 минут мне почти всегда давали неделю то есть я конечно делаю быстрее потому что невозможно там знаете жить на 2000 в неделю но сроки дают большие и я работал со многими студиями то есть одна из причин страха это просто незнание что может быть по-другому и кажется что вот надо с этим смириться надо брать иначе иначе будет просто работа вставлю здесь что очень многие срочные заказы окажется не срочными стоит только задать вопрос а можно ли вот в этот срок да на самом деле вполне можно сказать что например ну вот завтра я не успею сдать но я точно успею сдать там в среду в этом ничего плохого нет я юля я уже включила твой микрофон ты можешь говорить хорошо спасибо по поводу срочных проектов как тестировщицы у меня бывают срочные проекты потому что как правило клиенты сначала объявляют дату выхода игры она все приближается а билда для тестирования у нету поэтому обычно срочные проекты это нормально но если несколько срочных проектов в пределах одного клиента то можно сказать я возьму вот этот срочный проект но если вы передвинете допустим вот сроки по этому срочному проекту то есть сказать менеджеру ну объективно на какие сроки ты готов сколько тебе понадобится времени и может быть можно как-то перекомпоновать вот эти имеющиеся все твои проекты и у меня часто бывало так что я говорила я сейчас вообще-то завалено но там если вы как-то что-то подвинете то возможно я успею взять и менеджеры сами между собой передоговаривались и подбирали под меня нужные сроки то есть все возможно все подвигается если это конечно не прям супер супер горящий и второй пункте когда отказывать боишься отказывать потому что сразу страшно больше ничего не предложит здесь мне кажется помогает набрать для себя какое-то количество клиентов например там 5-6 не сидеть чисто с одним клиентом тогда естественно страшно что если я один раз ему откажу то все больше у меня клиентов нету а если у человека там 5-6 клиентов но откажешь ты двум у тебя в любом случае еще остается четыре клиента и ну ты всегда можешь им о себе напомнить когда есть выбор тогда не страшно кому-то отказывать я думаю что страх что тебя больше не пригласят это больше для тех кто еще только начинает вот это портфолио набирать потому что действительно когда ты еще только так скажем пробиваешься ну да есть как какой-то период когда ну типа кажется что нужно соглашаться на все чтобы то чтобы только как бы попасть там куда-то да какую-то обойму если 5-6 ты постоянно кому-то отказываешься страшнее ну что поделать соля ви как бы но в любом случае количество часов в сутках ограничено поэтому абсолютно все все их забить переводом в любом случае не получится рита ты что-то хотел сказать сама включила микрофон согласно вот со всем что сказали коллеги во первых когда что-то прям срочно горит горит это 99 процентов что можно договориться на какой-то более комфортный срок и во вторых когда реально что-то срочное вот у меня такой один раз жизни был опыт я сидела спокойно переводила на полу спокойно это как раз самое начало к вида когда вы знаете мы как это на на бирже сидели в телефонах смотрели там какие аэропорты закрываются тем более вот международным сотрудничеством это вообще очень актуально и я сидела спокойненько переводила какую-то конференцию переговоры шушутаж один человек не понимал немецкие все остальные говорили я ему в ухо нашептывал и тут распахивается дверь человек весь в мыле с горящими глазами начинает кричать если тут переводчик мне срочно нужен переводчик и как бы вот два горящих заказа переговоры устный перевод и кто-то врывается в дверь ну спокойно человек мне говорит да конечно иди вот это срочный заказ горящий но знаете вот в такие моменты вообще нет времени переживать там что-то вот у меня два заказа я разрываюсь и по поводу книг я согласна и с юлей что если у тебя несколько клиентов то тебе не так страшно отказывать и с лены что если ты начинающий конечно ну нужно думать если ты один раз откажешь второй раз откажешь третий раз откажешь ну просто пойдут к следующему начинающему специалисту но у меня в книгах был такой опыт что мне предлагали например там книгу с каким-то ну для меня три месяца я не могу за три месяца перевести кто-то там и займ месяц может с учетом полной занятости но опять же кто как переводит я например не могу и если вот бывает у меня был был такой случай когда мне предложили на три месяца на книгу я сказал нет не могу у меня еще один проект мне нужно завершить потом только по вашей книге приступить эти мне четыре с половиной нет не можем отказалась отказался отказалась конечно хотелось но ничего страшного ну предлагали те же самые люди снова выпускающих редакторов или менеджеров бюро мне кажется очень много нас таких и вот сидеть там запоминать кто когда-то отказался кто-то не сказал да на твое предложение всем все взрослые люди мы все работаем и все привыкли к тому что бывает нормальный отказа какое дело если отказаться там топнув на бой возмутившись ставками или сроками или там начав разбираться то тогда наверное не предложит а если спокойно сказать нет не могу занятость я думаю не стоит бояться и как правило я заметила что все проекты от которых я отказывалась даже если в моменте мне было прям очень жаль от них отказываться в итоге все вот реально сложилось к лучшему там либо как-то взаимодействие шло не очень либо подворачивалось что-то гораздо более круглая поэтому мне кажется тут бояться не надо нужно просто попробовать и понять что небо не свалится тебя на землю если ты откажешься ну мир точно не рухнул да это мы видим с тобой все явно в порядке поэтому да можно пробовать отказываться а не что-то хочет добавить я хочу просто небольшую ремарку насчет книг и срочных сроков которые прям горят горят как правило к сожалению это значит что на каком-то этапе уже эти сроки были рука убралась на каком-то времени сроки уже были как бы пропущены другими людьми то есть эта книга уже срочная уже прям вот совсем горит и скорее всего если соглашаться на эти маленькие сроки ну там переломать себя и не знаю ну ладно я запрошу какой-то другой проект и начну заниматься этим это к сожалению может плохо закончиться потому что на других этапах тоже будут спешить с этой книгой и что-то где-то обязательно сломается ну как бы а ты уже переводчик этой книги как бы ну как бы ну либо тебе там редактуру сделают не очень так быстро в смысле как вот и тебе скажут а теперь еще редактуру посмотри пожалуйста за ночь ну то есть вот такие вещи потому что как конечно ну там книжкам три месяца это ну то есть мы не можем конечно издать ждать очень очень долго потому что у нас есть обязательства перед правообладателями за сколько мы должны издать эту книгу но это конечно не три месяца в любом случае спасибо мне так здорово что ты сегодня с нами из другой перспективы можешь развеять эти страхи спасибо очень терапевтично с первых минут лет я не слышно или только я не слышу ли она не я тоже не знаю а сейчас а сейчас я хотела у они спросить какой считается нормальный как вот на твой взгляд какой нормальный срок для перевода книги понятно что книги бывают очень разные но вот я могу сказать я когда работала в калибре то есть вот предыдущем своем издательстве у нас как-то так было что отправной точкой было просить у переводчика три авторских листа в месяц но это вот опять же это отправная точка от которой как бы либо кто-то делал быстрее кто-то делал медленнее всегда решение принималось индивидуально то есть насколько тебе нужно конкретно этот переводчик и насколько тебе нужна книжка конкретному времени или можно там лучше все-таки остаться с этим переводчиком который ты точно знаешь что например в этой теме хорошо разбирается и и уже знаком тебе по другим проектам и ты знаешь что там не будет каких-то больших сложностей и при этом как какому сроку тебе опять же все ответы над ними давлеет там либо заведующая редакция либо там дальше поэтому там тоже это не только ответ решает это все все в целом ну я обычно все таки ну как бы себя себя похвалить надо я всегда отталкивалась от переводчика потому что мне было важно чтобы он это делал не он она делала не быстро 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 потому что потом как бы редактуру сложнее делать соответственно если человек делает перевод в комфортном для него темпе это значит что качество скорее всего будет гораздо лучше и соответственно мы потом на редактуру потратим меньше времени на согласование правки тоже и все останемся двумя прекрасными друзьями друг другу звучит как отличный план на самом деле жена что ты хотел сказать по этому поводу а потом кирилл да но я думала что я плавно перейду от срочных заказов к завалам потому что я сейчас но кирилл еще поднял после меня руку поэтому я кратко я в принципе не боюсь срочных заказов я просто смотрю могу ли я физически это осилить и все и ну практика показывает что отказы не значит что тебе перестанут предлагать я дважды или трижды отказывалась но я пока с одним издательством работаю по моему три раза я отказывалась все равно предлагают потом вот сейчас я столкнулась с вот этим новым сериалом когда мне предложили я первым делом спросила какие сроки потому что я знаю что у меня большой заказ от бюро первый сериал и второй сериал но я очень очень сложно мне надо будет напрягаться я вот последние несколько дней сажусь там примерно пол восьмого утра за компьютер и восемь вечера встаю ну понятно это все с перерывами на домашние дела поесть приготовить все равно вот и я сразу спросила можно ли неделю делать серию не сказали да можно а потом когда я уже общалась с менеджером она так интересно но в самом деле не будете же вы неделю и и переводите я говорю так буду потому что я не могу только на ваш сериал выделять время у меня очень много другого ну ладно давайте так но тем не менее решение нашлось можно договориться да поэтому подписываюсь под всем вышесказан поэтому не стесняемся договариваться кирилл а потом тома у евгений был очень важный комментарий по поводу того кто собственно заказывает переводы по поводу того как они взаимодействуют с переводчиками в самом деле не все заказчики понимают как собственно что строятся по поводу причем по иронии иногда это бывает даже с основными изначально например новый менеджер и он или она впервые работает например с тем или иным языком например я скажу что сейчас очень сильно растет именно количество проектов с китайским языком сейчас теперь по книгам но при этом это сопровождается все возможные ситуации то есть например упоминается уже три месяца на книгу и мне предлагали недавно исторический роман там было если я правильно помню триста двадцать пять тысяч и органов и сказали три месяца вот вам ставка нашего как в английском но ирония заключается в том что этот роман на выходе будет за миллион знаков с победами потому что китайский язык он склонен расширяться но очень лаконичный и то что что на китайском условно это тысяча роглифов на русском это будет шесть тысяч знаков с победами то есть это такой проект это на грани абсолютного фола невозможно сделать даже если ты будешь сидеть с утра до вечера не спать не есть это это заранее проект провалить и в любом случае мне кажется для переводчика очень важно создавать две вещи первое свои возможности как по специальности и второе свою роль в в стране проекта если есть ощущение что проект не обустроена так чтобы был конец оптимальный результат то возможно имеет свободно сразу сказать нас на статус спокойно если нет то нет спасибо большое большое буду рад быть помочь в дальнейшем до свидания я тоже хотел сказать что я согласна с кириллом и еще если вдруг какой-то там новый менеджер или это новые проекты для студии они просто не понимают сколько времени нужно переводчику всегда можно объяснить потому что сразу же просто сказать мне нужно сделать это и это или вот столько-то иероглифов это столько-то слов вот сравните там с английскими переводчиками ну в общем чтобы им было понятно почему вы отказываетесь я думаю вам еще и спасибо скажут за то что мы как-то сориентировали людей а я хотела сказать просто сделать ремарку про то что вот я у меня договоры заключены не знаю где-то примерно с десятью студиями российскими еще там с несколькими иностранными естественно я не работала со всеми ними это невозможно успеть я в месяц это делаю проекты для двух-трех студий в среднем бывает что я чередую один месяц там для двух-трех одних студий в следующий месяц там меняется для какой-то другой студии в общем только одна студия строго как-то относится вот к не столько к отказам а столько к тому что вы там уже энное количество месяцев не берете у них заказы и они решают с вами расторгнуть договор на этом основании но это только одна мне эта логика не очень понятна потому что мне кажется лучше иметь в базе приводчиков запас какой-то потому что договор он не требует выплат каких-то денег за меня не нужно платить налоги и этот договор вроде не мешает в общем из десяти студии только одна относится остальные ну просто вот я перестала брать у них заказы они мне предлагают но это не значит что мы с ними никогда не будем сотрудничать я им когда-нибудь напишу если у них подвернется заказ они обо мне вспомнят и и все и снова дадут новый потому что я уже себя зарекомендовала уже когда-то с ними поработал я уже числюсь в базе зачем вам отказываться от рабочих рук в этом нет смысла просто никакого все правильно да я согласна и мораль такая что не нужно стесняться о себе напоминать тоже в том числе нет ничего плохого в том чтобы написать на студию в худшем случае скажу данный момент ничего для вас нет ну можно будет писать чуть позже еще ничего страшного также как и они нам пишут запрос также мы имеем полное право и писать запрос и в издательство и студии любым клиентам с которыми мы работаем и вроде бы со срочными заказами разобрались вот у нас еще интересная тема это неподъемные завалы это когда ты набрал очень много всего и и теперь ты сидишь просто в холодном поту и не можешь начать потому что ты думаешь о том как я все это сделаю как вообще быть в такой ситуации вот кажется у кирилла есть какой-то рецепт успеха нет у меня не рецепт успеха есть у меня был рецепт успеха у меня скорее мысли вслух моя проблема на первой еще нашей елке это то что я трудоколик и работа это в первую очередь то чем я занимаюсь это по сути я и есть моя работа в какой-то мере married to his job это абсолютно про меня у меня в принципе достаточно стабильный поток заказов но я замечаю с собой следующее у меня сейчас условно шесть проектов которые я веду это достаточно долгосрочные проекты например книга которую я перевожу год то есть я буквально год сижу и перевожу эти проекты это то что мне надо делать стабильно то есть даже без чего-либо стороннего у меня всегда есть занятия которая спокойно шесть-семь часов в день ну рабочий день но хуже другое что меня запугает это я закончил это все что будет дальше дальше всегда неизвестно заказчиков у нас довольно таки много и часто бывает такое что например я все сделал и начинают закинуть меня другими заказами приходит один приходит второй приходит четвертый и вот где-то к третьему у меня уже начинается легкая паническая атака когда я говорю легкая это я очень сильно поменьшаю сразу хочется мягко говоря оставить компьютер и скрыться где-нибудь подальше это возможности нету я это понимаю я скажу так у меня просто когда такие завалы начинают образовываться я сразу ощущаю что сейчас впаду в паническую атаку и я в мой рецепт главный в таких случаях это в первую очередь вдох выдох вдох выдох во-первых это уже подошло поэтому надо с этим жить и работать второе именно поэтому я не беру срочный заказ я всегда считаю свой минимум и я делаю не каждый заказ до крови на пальцах я делаю какую-то часть которую я могу делать за один час условно один блок то есть например по какой-нибудь книге я делаю 3000 знаков с победным день это не так много это то что я могу спокойно сделать за час без особого предпрежения то же самое с любым таким комическим проектом я считаю мой минимум это раз и второе панические атаки они в любом случае будут и самое главное мне кажется осознавать что это как тайфуны тайфуны находят на восточной азии постоянно каждое лето это неизбежно это то с чем они живут мне кажется панические атаки то же самое то что что кричики может посмотреть у каждого из нас и самое главное таких случаях понять что это произошло с тобой сказать себе да я сейчас паникую остановиться дать себе немножко ослабиться и потом подумать как это все все можно выстроить я сейчас более того и исходя из моих общих желаний более-менее заблансировать график стараюсь сдвигать если я получаю заказ я не начинаю его прям в тот же день и 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 напереваю спасибо большое я сейчас недоступен я посчитаю ваш заказ вечером говорю вот мои сроки если комфорт хорошо буду рад вам при помощи и кстати по иронии я пытаюсь срочных горящих заказов очень мало по большей части мы говорим о менеджерах которым кто-то сказал что это надо сделать буквально сейчас и они не думая сообщают об этом пивочек передавая нам по сути по панику смысл жить чужой практике в чужой панике я не вижу поэтому я стараюсь отправить заказчику и отправить менеджер заказчика спокойно видеть ситуацию без паники точнее как сказать спокойной долей паники которую можно контролировать по жизни со спокойной паникой мне очень нравится эта концепция да я как менеджер могу сказать что да когда начинается вопрос что это у прям очень супер мега срочно как правило 90 процентах случаев это произошла ошибка планирования то есть заранее не заложили срок и теперь вот нужно срочно что-то сделать какой-то маневр вообще как бы как менеджеры мы стараемся таких моментов избегать потому что особенно если у нас у человека есть какой-то ну батч заказов да и вот прийти сказать ему перестань делать это а делай вместо этого то ну это просто вот плохое менеджмент так не надо делать и ну как бы переводчикам тоже полезно знать что вот это вот признак плохого менеджера нужно как-то минимизировать свое свое взаимодействие с ними но я вклинилась а вот у нас давно ждет Женя а потом Тома что-то пока я ждала я забыла что хотела сказать и завалы которые у меня сейчас все пропали вернулись все пропали вернулись ну какой-то глюк ничего страшного живем дальше да я сейчас оказалась в ситуации завала но я в принципе как кирилл говорит подхожу к этому со спокойной долей паники я понимаю в конце каждого дня что я дико устала физически но также я понимаю что это не продлится вечно это до конца января дальше у меня уже не у меня будут помехи справа дальше у меня чуть-чуть попроще один сериал заканчивается от бюро будет не такой срочный заказ поэтому сейчас пока чуть-чуть терплю я заранее просчитываю я заранее просчитываю сколько я могу сделать ну и вообще физически мне это под силу или нет так я пойду устранять смотри чтоб дом был цел я надеюсь там никто не пострадал Тома давай ты я себе записала то я знала что я меня я забуду пока буду слушать жизнь я человек с ужасным тайм-менеджментом я говорила об этом на прошлой елке и на своей горящей елке чаще всего моя проблема в том что я планирую исходя из нормального состояния своего то есть что у меня будут силы что я хорошо отдохну что я там ни на кого не разозлюсь и не потрачу на это ресурсы что у меня не будет перепадов настроения вот такого не происходит практически никогда всегда я почему-то устаю причем бывает что у меня достаточно времени но я работаю очень интенсивно то есть пропускаю перерывы потому что вот меня увлекает перевод и в итоге я устаю от него сильнее чем могла бы если бы я делала перерывы и восстанавливаю соответственно дольше на следующий день думаешь вроде поработал один рабочий день а на следующий день ты уже не можешь работать потому что ты перенапрягся вот и не смог там нормально уснуть потому что вот эти мысли в голове в общем планы срываются у меня постоянно и что мне с этим делать пока я не научилась планировать как следует ну вот есть какие-то способы адаптации мои как справляться именно с паникой потому что паника очень мешает решать паника она заставляет нас как-то начинать ну хочется куда-то спрятаться хочется начать себя либо ругать либо жалеть в общем это какое-то состояние не совсем как сказать сложно рационально мыслить в нем то есть нужно что-то с эмоциями сделать как-то их подуспокоить хотя бы частично я обычно себе просто говорю что вот то что случилось ну уже случилось время уже упущено планы уже сорвались уже назад дороги нет ну заказы вряд ли можно вернуть просто задаешь себе вопрос что я могу сделать прямо сейчас что как я могу я не могу там перевести два часа материала за день это просто факт значит сколько я могу перевести сколько мне нужно перенести если невозможно перенести полностью бывает такое что я договариваюсь это не совет что вот ребята делайте все так но просто вот у меня такое в жизни случается что мы студии они на самом деле привычки привыкли уже мне кажется переводчикам которые срывают сроки переносят их они специально закладывать время мы договариваемся что я могу послать первую половину пока они работают с первой половины я прислаем вторую половину конечно это хуже чем прислать все сразу но это тоже вариант что можно с этим сделать но главное это вот нужно спросить что я могу сделать и сосредоточиться на этом а не на вот этой вот панике которая еще еще испытываешь панику тебе плохо от того что ты испытываешь панику ты еще сильнее себя накручиваешь вот этот вот это вот какой-то замкнутый круг надо разорвать паникуешь потому что паникуешь да да паникуешь и сам себя заражаешь еще больше я тоже подтверждаю что у меня в практике были такие случаи когда ну вот так получилось что-то случилось да со мной или там с детьми например из-за чего там я не смогла достаточно время уделить это больше к вопросу в горящих сроках но тем не менее почему бы и нет да действительно на студиях ввп обычно позволяют присылать часть и потом досылать вторую часть по готовности просто нужно об этом написать как можно раньше и договориться об этом по поводу того что куча задач и за которые ты не можешь ты понимаешь что у тебя столько всего что не знаешь что хвататься у меня такое бывает каждую неделю в понедельник утром я я просто сажусь и пишу все дела которые мне нужно сделать например за эту неделю и стараюсь их сразу ну то есть мой первый порыв все написать в понедельник и подумать что я прям все успею как правило это никогда так не получается потому что возникают более срочные задачи когда надо переключиться и просто не успеваешь поэтому я изначально себя заставляю распределить эти задачи по неделе и я это пишу с четким пониманием что часть задач все анонима уйдет на следующей неделе ничего страшного в этом нет и как бы потом при разговоре там с руководством если вдруг меня спрашивают я говорю вот на этом мне просто не хватило времени ничего страшного в этом нет это можно озвучивать потому что ну это жизнь юля давай ты я хотела немного поговорить про то как не допускать завалы здорово когда они уже есть но может быть есть какой-нибудь путь их все-таки не допустить я читала что у нас есть когнитивное искажение мы себя будущих воспринимаем как какого-то другого человека поэтому ну вот этот другой человек он будет разбираться с проблемами не мы и поэтому мы можем набирать больше чем рассчитываем свои силы и я находила совет брать обычный дневник ну вот школьный вот этот и записывать в него все задачи ну прям буквально все так я зависла я вишу нет не вишу нет у тебя все в порядке рассказывай дальше брать обычный школьный дневник и расписывать в него все задачи то есть там все 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 вплоть до маникюров там парикмахерских похода к врачу и между ними уже впихивает рабочие задачи почему именно школьный дневник потому что в нем всего шесть дней в воскресенье ты ничего не запишешь ну то есть уже будет тебя хотя бы один выходной и в одном дне там ограниченное количество строк их по моему то ли шесть то ли семь то есть уже больше семи проектов ты никак не возьмешь но это уже хотя бы искусственно ограничит тебя и нужно именно записывать и когда принимаешь проекты нужно смотреть на сколько они вписываются вот в эти строчки потому что если ты увидишь что строчки уже заполни заполнены тебе легче будет отказываться от этого проекта ну и мне кажется я амбассадор разговоров с менеджерами и подтверждаю слова тома и твои ли она что если что-то идет не так если понимаешь уже сразу что не успеваешь к определенному сроку то лучше заранее об этом сказать менеджеру либо попросить отменить либо передать либо может быть найти коллегу на замену либо попросить перенести срок но в общем предупредить менеджера что что-то идет не по плану и менеджеры как правило идут на контакт ну потому что это же скорее всего не единственное ваше ни первое ни последнее взаимодействие и все стороны заинтересованы в том чтобы и дальше оно продолжалось нормально кирилл я по высоке аплогетом сроков потому что для меня лично сроки это то что принципиально то есть те сроки которые я согласовываю лично они для меня железные более более того я обычно говорю что это дедлайн который мы ставим но мы стремимся отдать подготовиться то есть для меня в принципе я думаю для большинства заказчиков сроки это самое существенное потому что от сроков зависит все остальное да бывают различные ситуации и да я согласен что надо в любом случае извещать о том что если что-то забивается но по возможности мне кажется именно сроки это то к чему переводчик должен стремиться потому что в моем опыте как раз возвращается к переводчику с которым уверены что он стабильно будет власть ту работу которая была согласована но и в основе это просто я дополняю мысль и еще по поводу планирования я по-моему рассказывал по поводу всех моих дневников но по-моему это не записалось 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 будет запись нашей первой елки да там единственное что там ее несколько раз перевыкладывали перекодировали и каждый раз пропадал новый человек в итоге все пришло к той версии в которой аня пропадает буквально на пару минут ну и это как бы as good as it gets в общем так что эта запись все таки будет у нас и а еще там мелочь там не записался чат но поскольку мы все важные вопросы чата озвучивали я думаю что это вообще не проблема абсолютно поэтому все будет тогда не буду это повторять единственное что скажу что я абсолютно солидарен со всеми коллегами мы не машины у нас у всех всегда что-то ломается и мне кажется самое главное это понимать что когда что-то забивается это нормально это ничего ужасно нет это происходит жизнь таковая если бы все было идеально идеально то было бы не интересно жить более того я выписываю себе каждую неделю точнее два раза в неделю сажусь и выписываю себе график в пятницу на следующую неделю и где-нибудь в середине недели на ближайшие дни и я заранее это пишу понимая что это вот некий идеальный план но я заранее понимаю что что-то может быть например в пятницу я рано встаю но в эту пятницу мое тело сказало нет кирилл ты не встанешь и я проспал мой собственный будильник раза четыре встал вместо четырех в шесть часов ничего страшного убрал два проекта и сказал себе ну сегодня значит такой легкий облегченный день более того я скажу честно мне даже бывает так что я себе что-то запланировано на день но потом оказывается что просто не чувствуешь себя в тонусе не чувствуешь себя в силах что-то сделать и когда закладываешь сроки с запасом а я в принципе стараюсь делать сроки с запасом кстати такой еще лайфхак не ставьте один день дедлайн ставьте два дня например не 27 января а 27 28 января чтобы у вас всегда на всякий случай был день плюс один денечек да это спасает и более того по большей части получается что задаешь даже раньше на пару дней а не в последний день потому что ты знаешь что у тебя есть время запасе так по моему Женя и потом Тома я смотрю по чату кто когда поднимал руку да единственное я здесь чего-то у себя накрутила с этими окнами и я не могу теперь убрать руку я сейчас выскажусь и перезагружусь я прочла в чате комментарии Дарьи Лавровой и в этой панике плохо соображаешь и от того работаешь хуже и медленнее и вспомнила как я недавно ну с месяц назад я об этом в канале писала почувствовала вот эту панику беспомощность и я отказалась в итоге от того проекта но я на него и согласилась в спешке и панике я ездила там по делам по городу я отказалась вначале говорю да нет у меня нет времени я не я не успею а если я вам дам больше срок я говорю ладно давайте и и как то так он мне сказал что мы подобные уже переводили документы я не посмотрела никогда так не делайте а когда я посмотрела я ужаснулась но я ему написала написала что это сложное для меня решение но я предложила но поскольку я чувствую свою ответственность кого-то найти и опять же в канале у себя кинула клич там вызвались люди в принципе были готовы перевести перевести единственное не на украинский но я думаю ну ладно я уже с русского тогда переведу но в шоу исполнителя и все равно я не избавилась от этого заказа его потом редактировала я тут вижу два момента первый момент это бывает иногда просто не судьба ну или судьба как в том случае раз тебе не удалось от него избавиться а в тех это очень кстати классная практика когда если ты не можешь ты находишь кого то другого ко мне часто приходят там перевести игру или там что то что перевести ко мне даже приходили там переводить с японского хотя я не владею японским я всегда говорю приходите если я сама не могу по каким-то причинам то я вам кого то найду ну и часто кого то нахожу естественно и вот кирилл еще сказал по поводу запаса я кстати если у меня есть возможность самой назвать срок я обычно всегда беру срок больше планируя что я закончу на самом деле раньше ну потому что форс мажор кто-то заболел ну всякое бывает да к сожалению жизнь такова и больше никакого тома я хотела чуть-чуть вернуться к тому что говорила еще аня на прошлый день про сжатые сроки по сути когда у нас завал мы сами себе создаем эти сжатые сроки и работаем хуже и у меня бывало такое ну вот сначала там первый год работы я боялась переносить сроки заранее предупреждать мне казалось что наоборот хуже будет что я скажу что я не успеваю и все ну вот как сейчас ноги боятся что все про меня подумать что я вообще там ничего не умею делать со мной больше не будут сотрудничать хотя у них там в запасе может быть целая неделя то есть у них там редактура назначена вообще через неделю через 10 дней а я себе накрутила и в итоге там работаю всю ночь перевожу хуже чем могла бы сейчас я уже не могу работать по ночам тоже об этом говорил в прошлый раз но тогда вот такое бывало и я думаю да всем было бы лучше если бы я об этом написала потому что я бы просто лучше отредактировала и я как-то судьба меня свела с таким менеджерами которые я им пишу у вас есть ли возможность перенести срок там на день на два если нет я ну сдам когда надо мне говорят слушайте вот работайте спокойно просто сделать и хорошо это хорошо хорошо и спокойно я тоже всегда своим не мне тоже всегда пишут из моей команды люди в формате можно ли сделать например сдать на день позже если нельзя то я напрягусь и сделаю когда мы договорились сначально я всегда говорю что нам лучше если вы спокойно поработаете и не пострадает качество ничего страшного если на день позже потому что естественно я тоже закладываю какой-то запас со своей стороны поэтому да это очень хороший подход вообще как бы не нужно стесняться коммуницировать мы мы люди и мы все друг друга понимаем должны понимать поэтому поэтому да не стесняемся писать и обсуждать вот у нас следующий вопрос вытекающий из всего наверное предыдущего довольно скользкий и поэтому потому что ну да это с этим связано много страхов это вопрос ставок вопрос я стесняюсь торговаться я не знаю как назвать свою ставку я не знаю как попросить я например давно уже работаю по ставке которая мне не очень выгодно или я например себя я чувствую что я себя хорошо показываю и ну как то мне хочется какого-то роста как к этому подойти как начать разговор о ставках как не бояться начинать этот разговор что думаете кирилл начинаем спокойно подходить я скажу честно мне кажется самая острая проблема в принципе на российском рынке потому что демпинг жуткий и при этом демпинг не только в первой среде но и во всех других это касается и медицины это касается образования где все работают потому что это учитель это долг а не зарплата и так далее и тому подобное это общая проблема мы здесь не уникальны что касается переводчиков я не говорю по поводу переводчиков которые работают в офисе у вас фиксированная ставка которая сросла по законному договору я говорю о переводчике финансово границы нет вообще нет нет если мы говорим о коммерческих проектах строго говоря можно назвать переводчике любую ставку которая вам комфортна и в большинстве случаев она будет согласована потому что мало вероятно что заказчик коммерческой организации будет особенно активно заниматься поиском обычно переводчика рекомендует через знакомых обычно переводчика находит через знакомых и обычно ищет переводчик которому можно доверять то есть условно тот переводчик который проведет проект до конца с большинством заказчика с которым я взаимодействую мы с ним знакомы уже лет пять шесть у нас в среднем мы работаем с заказчиком и все стабильно более того давайте поднимем еще один вопрос о повышении ставки это тоже может быть вполне разумно тем более давайте скажем честно у нас сейчас с яйцами проблема и не только с яйцами об этом надо думать и с учетом этого я бы говорил не только о вопросе поднятия ставок но и о вопросе периодического понятия и присмотра ставок это нормально более того я бы сказал так даже стоит не говорить не о ставках а о оценке того сколько выполняется одна и та же работа мне кажется на самом деле вот этот вот механизм обозначения четко жесткость ставки который будет неизменно работать для вас это во многом ловушка для вас я бы читал говорить следующим образом мне необходимо увидеть текст и я оценю текст по той ставке которая мне комфортна по данному конкретному тексту а дальше уже вопрос к заказчику но у меня уже такое относительно крепкое реноме что заказчики обычно соглашаются я бы сказал так для начинающего переводчика проблема заключается в том что какое-то время придется работать по ставкам которые может быть будут неописимальны но постепенно и с накоплением репутаций с накоплением заказчиков это уходит на задний план и постепенно можно выбивать себе все более и более удобные ставки исключение 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 это перевод литературы потому что для меня перевод литературы это во многом я бы сказал призвание это то что что мне больше всего нравится делать но я понимаю одну простую вещь что к сожалению какие бы ставки мы ни обсуждали они не будут сопоставимы с коммерческими ставками никогда условно я сейчас работаю по одному переводу поставки за 10к за один артский это исключение но это на грани идеала и даже с счетом метро это хорошая ставка это замечательная ставка это редко ставка которую на рынке практически невозможно получить и мне ее кстати задействовало что собственно плюс это все равно ставка которая не сопоставлена с коммерческими ставками но откровенно говоря я это заранее понимал потому что когда приходишь ценность это картами что ты 말씀을 выражу в определенную индустрию ресANE или индустрию аВП ты соглашаешься с определенным набором правил�� к сожалению например в случае привода-книг есть определенные пределы за которые невозможно перебрыгнуть это надо понимать но это вопрос накопления опыта и наработки своего статуса Auf мне кажется кстати лиена там был важный вопрос самом начале а даниила мне кажется его стоит вернуться в самом конце Таков план. Вопрос. Да, не начинаю полностью пока, потому что это поговорить отдельно. Но, да, во многом ставка зависит от того, насколько переводчику доверяют и прочее. Да, это так и есть. И это не запускать. Я переводил мой первый роман по достаточно низкой ставке. Сейчас я на пятом прихожу к ставке, который на грани идеала. Вопрос в том, чтобы постепенно нарабатывать себя как специалист, как бренд. Все верно, да, это правда. Это к вопросу, зачем переводчику нужен блок в частности. Зачем участвовать в конференциях, вообще зачем развиваться и как себя продвигать. Женя, давай ты. Я слежу, я всем дам слово и потом еще сама подытожу с точки зрения заказчика. Расскажу непопулярное решение, которое работает. Женя, висишь? Не висишь? Нет, не висю. Не можешь руку опустить? Все, все, я нашла. У меня, кстати, не пришло все в норму, но я нашла, как сделать. Я подумала, что мне есть о чем высказаться, когда Кирилл сказал о повышении ставок. Я вот в сентябре сделала себе подарок на день переводчика и решила повысить ставку. Я два года уже работаю с бюро, и они мне предлагали ставку 1,2, а я решила, что теперь будет 1,6. Ну, было страшно, но, в принципе, менеджер согласился, ну, с условиями, что давайте типовые... Как-то в прошлый раз было поспокойнее. Давайте типовые документы 1,45, вот, а вот все остальное 1,6. Ну, немножко пугали конкуренции, на что я написала. Ну, все очень дипломатично, все очень вежливо, что я все равно больше интересуюсь литературным переводом, поэтому думаю, что я справлюсь с конкуренцией, ничего страшного, пускай кто-нибудь еще поработает, я не против. Ну, и, в принципе, да, мы утвердили такую ставку, но на прошлой елке, помните, я говорила о том, что пришел проект большой на 100 страниц, я посмотрела его, я оценила, за сколько я его могу сделать, меня попросили чуть ускориться, вот, Кирилл говорит о том, что ему комфортно переводить 3 тысячи, для меня это много, для меня комфортно полторы тысячи слов в день, ну, потому что есть чем заниматься. Я имел в виду 3500 знаков с пробелами по одному проекту. А, знаков, конечно. Слов столько нет. А я еще подумала, как это в час, что-то потом подумала, может быть знаков. Это невозможно. Если только очень простых слов каких-то, мама, папа. Или если профанировать активно. Ну да, я поняла, да. Ну, я почему-то сначала подумала, что 3000 слов в день, ну, у меня бывали такие дни, когда я переводила 3000, ну, легко идет, или там, не можешь остановиться, вот еще чуть-чуть, еще, еще, еще там абзац, еще страничку, ну, добью уже эту главу. Ну, у всех, наверное, так бывает, вот. Но обычно мне комфортно переводить 1500 слов в день, тогда я могу и детьми заняться, и домашними делами, и всем остальным. Я посчитала по, ну, в таком режиме, он говорит, класс, ну, надо быстрее. Я посчитала по 2500 в день, это уже прям, ну, мне напряжно, но можно. Плюс можно захватить выходные, что, вероятно, я и буду делать в ближайший месяц. И в итоге обо всем этом мы договорились, и после того, как вот эти все детали утрясены, я-то уверена, что мы считаем по 1,6, он пишет, а давайте по 1,3. Ну, в итоге я, у меня сначала начался торг с собой, а вот надо согласиться, а потому что потом не дадут. Потом мне захотелось объяснить ему, почему я не могу, у меня там дети, этот, я это все отбросила, просто написала, я не могу согласиться на такую ставку, точка, и отправила. В итоге он мне, и плюс еще написала, тоже в очень вежливой форме, говорю, предлагаю на будущее, если у вас ограниченные бюджеты, ну, он стал жаловаться на бюджет от клиента, они дают мало, зато работы много, это вот Тома, возможно, об этом скажет, как в АВП тоже. Мы дадим вам меньше денег, но больше работы. Где моя выгода? Вот, я написала, что давайте, если у вас будут проблемы с бюджетом, будем заранее это обсуждать. Ну, надеюсь, этот вопрос уже решен. Ну, вообще, как бы страшно, но просто, как там говорят коучи и психологи, надо идти в свой страх, это, ну, для меня так работает, может быть, не всем страшно. Мне вот недавно, буквально вчера, позавчера, знакомая рассказала, я тоже пожаловалась про это, она говорит, торговаться надо так, если тебе начинают снижать цену, надо тут же называть большую. Вот, допустим, договорились на две тысячи, да, клиент говорит, ну, не могу заплатить две, давайте тысячу пятьсот, а ты сразу, нет, теперь три, стой. Так, с этим, наверное, разобрались. Тома? Потом Юля, потом Аня. Я себе сделала тут несколько пометок, но, может, я даже не буду все комментировать, чтобы не занимать слишком много времени. Вот если как-то продолжать то, что говорит Женя, я бы еще добавила, что полезно вот общаться с коллегами, общаться с профессиональным сообществом, и общаться не только с переводчиками-редакторами, но также с менеджерами. Классно, если у вас есть такой менеджер, с которым вы можете разговаривать неформально, он вам больше скажет. Хотя вообще, если вы долго работаете в студии, менеджеры становятся разговорчивы, они рассказывают больше о внутрянке, чего там у них заказчики им пишут, что они могут, что не могут. Это полезно, потому что, ну, все, от вас не скрывают какую-то информацию, что, типа, мы можем столько и все, но вы никак это не проверите. А тут менеджеры или переводчики что-то рассказывают, вы понимаете, как на самом деле все устроено. Чем больше источников информации, тем лучше. Еще важно узнавать у коллег, какие бывают заказчики, потому что есть заказчики, которые любят вот это вот начинать, у нас там, у нас такой плохой, ну, свой там заказчик, он так мало платит, вот вы нам помогите. Ну, в общем, они как-то начинают давить там на совесть, как будто вот вы сейчас будете благотворительностью заниматься и спасать их бизнес, себе в ущерб, ну, зачем? То есть вы же ищете взаимовыгодные отношения. Да, я бы хотела, чтобы этот бизнес оставался на плаву, но я не могу платить своим временем за это и своей жизнью. Это все-таки, я лучше пойду в более успешный бизнес. Это вот ничего личного, что я могу здесь сделать. Может быть, там разово, что-то точечно, конечно. Я не могу сказать, что у меня нет вообще никакой эмоциональной вовлеченности. Я желаю добра и развития студентам, с которыми работаю, но все-таки нужно какой-то соблюдать баланс. А есть студии, которые вообще, ну, грубо говоря, не ноют никогда. Они просто говорят, хорошо, типа, очень жаль, но мы тебя приняли, если они действительно не могут повысить ставку. Если могут, идут навстречу. Иногда сами первые спрашивают, а у вас еще такая же ставка, или вы уже ее повысили? Или мы попросим у заказчика доплату за дополнительные услуги. Сами делают. То есть это не так, что работодатели – это всегда наши враги, которые у нас хотят своровать денег. Они могут идти навстречу. Они понимают, что чем лучше условия они финансов создают, тем больше вы у них будете брать заказов, тем лучше вы будете для них работать. Это им тоже выгодно, чтобы вы не умирали с голоду и чувствовали себя нормально. И я согласна с тем, что если начинают занижать, очень классно повышать. Мне просто буквально вот такое было на днях. И ни с того ни с сего предложили заказ, который на треть стоит меньше, чем обычно я беру. И я такая думаю, я тут как раз собиралась повышать ставку, а мне вдруг предлагают ниже. И я говорю, что нет, у меня теперь минимум такой больше, чем был раньше. И мне сказали, хорошо, будем иметь в виду, все. И такое было не один раз. Ты говоришь просто ставку выше или говоришь, что вот ты повышаешь планово, и просто говорят хорошо, и все. Бывают такие студии, которые начинают манипулировать, жаловаться и так далее. Но для меня это все, как я люблю говорить, белый шум. Я на это не обращаю внимания, на меня это просто не работает. Ну, у вас там плохие заказчики, я вам очень сочувствую, но я пойду к тем, у кого хорошие заказчики. Вы считаете, что я там меркантильная? Ну, я пойду к тем, кто не считает мне меркантильной. Вот и все. И тут просто, мне кажется, какой-то красный нитей можно провести через эту елку, как мне кажется, что корень многих страхов это просто зависимость. Зависимость от одного вида работы, зависимость от одного заказчика. Естественно, если у вас весь доход, там будете ли вы, будет ли у вас крыша над головой, будет ли у вас една на столе, зависит от одного заказчика, ну, конечно, вы будете бояться. Я даже не могу советовать человеку, который зависит от кого-то одного, повышать ставки. Ну, как вы повысите ставки? Вам скажут нет, и вам будет нечего предложить взамен, потому что вам некуда идти. Поэтому я всегда рекомендую искать дополнительные опоры. Меньше зависимости, меньше будет страхов. Так, здорово. Юля? Я хочу продолжить немножко тему Томы про чаты. Чаты, чаты действительно очень помогают набраться смелости. Но именно чаты, где вы найдете поддержку. То есть там не говорят, типа, индустрия умрет, да на кинопереводах невозможно заработать, да на локализации умирают от голода. Вот в такие чаты лучше не идти, либо считать их по диагонали. Лучше смотреть именно на чаты, где про индустрию рассказывают, не говорят, что она умирает, и рассказывают про разные ставки. Но это не обязательно переводчик делится какой-то конфиденциальной информацией. Он может просто рассказать, я работаю вот от такой-то ставки или вот у этой компании такая-то минимальная ставка. То есть когда вы видите разные ставки, уже легче повышать, ну, смотреть, до какого уровня можно повысить. Потом опять же поддерживаю мысль Томы, что классно иметь много заказчиков, потому что, ну, когда вы повышаете ставку, всегда будьте готовы к тому, что вам откажут. Если, допустим, вам платили там 300 рублей, и вы хотите повысить до 500, а на сайте самого там бюро написано, что вообще-то они с клиентами берут 400, то вряд ли такое бюро согласится на ваши 500. Нужно понимать, ну, реальные размеры, насколько вы можете повысить свою ставку. Ещё, если всё-таки повышаете, то не писать письма на эмоциях. Либо если пишете письма на эмоциях, то там сначала написали в черновик, прождали несколько часов или переспали с этой мыслью, а наутро уже со свежей головой написали, потому что иногда бывает, что на эмоциях там напишешь, да вы знаете, сколько сейчас ЖКХ стоит. Ну, это не стоит делать. Поэтому лучше переждать какое-то время. И вот Тома в чате там писала, страх, что заказчик снизит ставку. У меня это как раз было не страхом, реальностью. Я работала с заказчиком 4 или 5 лет. Всё было вроде бы хорошо, а потом в какой-то период заказчик написал, а давайте мы понизим ставку. Ну, на тот момент у меня действительно была очень высокая ставка в связи с тем, что кризис был, рост очень высокий доллара. Поэтому, ну, на тот момент это было высокое. И я подумала, ну, в принципе, да, подозрительно, что они платят мне так много. Наверное, должен наступить такой момент, когда они захотят платить мне меньше. Но они предложили ставку 2017 года. А тогда был, по-моему, то ли 22, то ли 23. Ну, то есть вот прям большая разница. Я, естественно, сначала написала письмо на эмоциях. Я его отложила. Ну, и тоже потом грамотно расписала, почему такая ставка мне не подходит. Без каких-то эмоциональных штук, типа мне надо платить за ЖКХ и тому подобное. А просто, что у меня за это время вырос опыт, я уже беру на себя такие-то обязанности, мы с вами уже столько-то времени работаем. Ну, в общем, именно по пунктикам расписала, почему мне такая ставка не подходит. Ну, типа я действительно могу пойти им на уступки, но брать не ставку 2017 года, а вот с учетом нынешних зарплат ставку 2023 года. Тоже на меня пытались надавить, что, возможно, ваши заставки, ой, ваши новые ставки, скорее всего, не примут, начальство не одобрит. Но мы, конечно, попробуем. Я говорю, хорошо, пробуйте. Ну, в итоге мои ставки приняли, все нормально, начальство ничего не возбухало. Нужно учитывать, что такими сообщениями заказчики тоже могут проверять ваши границы. Ну, они могут написать, ну, типа, согласиться нормально, не согласиться, ну, тоже нормально. Поэтому делайте ставку в том числе и на это. Возможно, вас просто прощупывают. И воспринимать, последнее, воспринимать вот эту коммуникацию с менеджером на горизонтальном уровне. То есть вы оба равны, и вы оба заинтересованы в этой коммуникации, и вы заинтересованы договориться. То есть это не так, что вы там маленький птенчик, а менеджер вас кормит, и без менеджера вы там умрёте от голода. Вы на равных. Это не ваша какая-то большая родительская фигура, без которой вы умрёте. Поэтому воспринимайте, что вы равны, вы на одном уровне коммуникации, и вам классно договориться. Отлично, да, очень образно. Спасибо. Аня? Ну да, я могу только про книги и издательство. И начну, на самом деле, с эмоциональных писем. Да, на эмоциях письма лучше не писать вообще в рабочей коммуникации никому, и никогда ни по каким поводам. Потому что, например, что касается ставок, такое письмо будет написано ответственному редактору а-ля менеджеру, у которого самого есть тот потолок выше, который он не может поднять ставку никому, то есть никому из внештатников, ни переводчику, ни редактору, никому. И поэтому эти эмоции, это просто вы испортите деньги человеку, потому что все люди, он тоже расстроится, а сделать он, главное, ничего не сможет. Потому что есть определённый потолок, дальше которого, если поднимать, то это надо идти к начальству и долго-долго объяснять, почему нужно повысить конкретному человеку на конкретную книжку ставку. Ну, это как правило. Или это у меня опыт такой. Так что всё говорю с собственного опыта. Что касается издательства, да, вот Кирилл вначале, когда мы начали обсуждать этот момент со ставками, очень правильно сказал, что очень большой разброс. Каждое издательство свои ставки. Более того, в каждом импринте каждого издательства будут свои ставки. И отличаться они будут, ну, очень сильно, действительно, потому что, ну, вот на предыдущей моей работе были одни ставки, на этой моей работе ставки для переводчиков выше, а я точно знаю, что есть издательства, которых там чуть ли не в два раза меньше, чем то, сколько мы давали на предыдущей работе. И, ну, как бы, что с этим делать, я не знаю. Вот именно, вот, как сделать так, чтобы это, не знаю, пришло к какой-то общему знаменателю, и должно ли оно приходить к общему знаменателю, я не знаю. Отлично, Кирилл. Ну, как раз тебе передаем слово. Я скажу за себя просто по поводу, и как переводчика художественной театуры, и как человек, который видел, что такое АВП, и человек, который понимает, скажем, схожая ситуация с любым переводом, который можно назвать художественным. Мне кажется, чудо, что получается так часто замечательная работа, потому что это говорит о том, что люди понимают, куда они идут, зачем они идут, и понимают, что в первую очередь они заинтересованы именно в вдохновении и в том, чтобы сделать определенное хорошее дело. Дай бог, что когда-нибудь получится сделать так, чтобы все, начиная от переводчиков и заканчивая редакторами, некорректными ответственными редакторами, получали ровно столько денег, сколько они заслужили. Потому что, честно, для меня перевод книги по умеянной ставке гораздо более интересен, чем перевод, например, сейчас научной статьи о конституционализме в Китае и СССР, за которую я получаю запредельную ставку. Я гораздо больше получаю переводы книги. Я уверен, что то же самое, как коллеги скажут, и по поводу перевода сиялов, и по поводу перевода любого другого художественного, не хочу рекомендовать любого художественного произведения. Работаем над этим. Но я думаю, каждый из нас как раз и старается сейчас сделать все возможное, чтобы не допускать своей страны и продвигаться на уровень достойных заработных факторов. По аналогии с Новой Галь, можно было бы себе купить исключительно гонорары от книг о каком-то даче. Да, мечты-мечты. Так, Жень, ты что-то хочешь добавить? И потом я расскажу с точки зрения заказчика немножко. Да, я хочу, меня прям очень зацепило эмоционально вот то, что сказал Кирилл только что, что ты получаешь больше, переводя книгу или сериал, хотя по деньгам это куда меньше. Я почему-то, когда шла вот в эти сферы, я была уверена, что, ну я знала заранее, что в книгах мало платят, но я была уверена, я не знаю, откуда я взяла эту информацию, что в кино там должны платить много. Это же все смотрят, это же такая большая индустрия, так много денег они получают. Наверное, переводчикам там платят. Вот, думаю, книги будут для души, а кино для денег. Ну, не получилось немножко. И вот сейчас я понимаю, мне пока что очень тяжело переводить сериалы, мне занимает это очень много времени. Я понимаю, что это поначалу, надо привыкнуть, но осознание того, что ты имеешь отношение, а кое-где еще и твое имя потом в титрах называют, ну, эти титры, правда, прокручиваются автоматически, но все равно, оно там есть. Это прям круто. Мне так нравится. Так нравится получать так мало денег. Что я лучше откажусь от заказа бюро, за которое я получаю там в три раза больше, но возьму новую серию сериала. Титры — это наркотик, да, действительно, на это очень сильно подсаживаешься. Мне очень приятно, например, когда мне мама звонит и говорит, слушай, я смотрела этот сериал по телевизору, оказывается, это ты переводила? И называет какое-то название. А, ну да, действительно, я уже забыла про него, да, действительно, меня переводила. Вот, это, конечно, приятно. Я хочу добавить с точки зрения про ставки, во-первых, такую мысль, что заказчик — это не всегда эксплуататор, это не враг по умолчанию. Да, действительно, нужно рассматривать это как партнера по бизнесу, можно так сказать. И нужно смотреть четко по ситуации. То есть не ставить себе правило, вот, мне понижают ставку, значит, я отказываюсь, ухожу и никогда больше с ними не работаю. Нужно смотреть как бы на всю картину. Во-первых, почему это происходит, в какой момент вашего сотрудничества, то есть разделять вопрос, разделять вот эти моменты, когда вас действительно пытаются на вас сэкономить, эксплуатировать там, либо, может быть, дело в чем-то другом. Потому что из своего опыта могу рассказать такой кейс. Пришла я много лет назад работать в стартап. Стартап изначально, ну, это мобильная игра, выглядит она как библиотека визуальных навык, то есть библиотека книг. Постоянно выходят новые книги, то есть такое вот то, что у нас называется в отрасли, это завод мобильного контента, который все время пополняется чем-то новым. Значит, когда я пришла, локализацию только-только поднимали, и не было понятия вообще бюджета. То есть работали поначалу с переводчиками просто по той ставке, которую они назвали. При этом, значит, оговаривалось, что вот ты берешь вот эту книгу, ее делаешь за такой-то срок, когда ты закончил, мы тебе выплачиваем ту сумму, о которой мы договорились. Значит, проработав в таком режиме около года, может быть, даже меньше, стало ясно, что в таком режиме, ну, как бы, по такой ставке мы просто никогда не окупимся. То есть нет смысла продолжать в таком режиме. Появилось понимание, сколько мы действительно реально можем тратить. Ну, это не четыре с половиной года мы работали, да, с людьми и уже привыкли. Это вот несколько месяцев. Значит, что мы предложили? То есть мы действительно ко всем пришли и сказали, что мы предлагаем немного понизить ставку. Это связано с окупаемостью общего проекта. Значит, что мы предложили? Мы предложили такие условия, что, во-первых, мы заключаем договор на год. В договоре мы фиксируем комфортный минимум, комфортный минимальный объем на месяц и, соответственно, ставку, которая за это выплачивается. То есть фактически мы этих людей на год переводим к себе в штат. Если раньше мы платили там, как бы там пару раз в год, когда вот эта книга закончилась, перевод, и тогда мы платим, тут мы обговорили какие-то, на каждого закрепили именно ставки, ежемесячные выплаты. Это комфортный минимум. Если ты хочешь, можешь, ты можешь сделать больше и, соответственно, в этом месяце получить больше. Таким образом, получается, что мы людям предложили стабильность плюс очень мягкие сроки, когда они в течение месяца могут переносить дедлайны, если им нужно. То есть мы всегда переносили дедлайны, если нас об этом просили. Ну вот такое предложение. То есть мы снимаем тревогу о том, что завтра мне нечего будет кушать, потому что у меня вдруг закончились заказы. Мы гарантируем, что в течение года мы с вами будем работать. И кто-то согласился, кто-то не согласился. Но с теми, кто согласился, мы работаем, в общем-то, и до сих пор. Не знаю, насколько это хороший пример, в том смысле, насколько он полезный, но я веду к тому, что это такие дополнительные... Ну, когда... Хороший... Спасибо. Я думаю, может быть, я сейчас как злого человека себя раскрыла, вообще ужасную эксплуатацию. в том, что все замолчали. То есть я просто хочу сказать, что есть, помимо ставки, есть еще другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Если что-то предлагается, то можно и от себя тоже это предложить. А давайте, если мы будем работать по этой ставке, то у меня будут мягкие сроки. Или а давайте, тогда, значит, будет какое-то еще дополнительное условие с моей стороны, что будет работать в пользу нашего дальнейшего сотрудничества. Разговоры про ставки можно вести бесконечно, да, но я думаю, что мы перейдем, наверное, к последнему вопросу на сегодня. Какой мой вопрос возьмем? У нас... Про страхи тоже можно говорить бесконечно, и мы сегодня тоже не рассмотрим все равно все, что мы хотели, все, что мы заранее вынесли в таблице. Я думаю, что... Наверное, давайте поговорим про дисбаланс работы и жизни, поскольку у нас здесь присутствуют трудоголики, которым это точно, точно абсолютно знакомо, да. Есть... Можно ли найти, как вообще его достичь? Вот какие-то конкретные лайфхаки, что помогает, даже если ты живешь работой, не терять того ощущения, что ты вообще живешь. Кто хочет что сказать? Давайте я начну. У меня, в принципе, наверное, всю жизнь какой-то дисбаланс, и мне почему-то кажется, что так у всех. Но важно понимать, нам преподносят, ну, всякие там тоже, опять же, коучи, психологи, что вот, везде должен быть баланс, колесо баланса. Мне кажется, это невозможно, чтобы у тебя постоянно, везде было равномерно. Баланс – это сейчас просело одно, другое, там, чуть получше. Потом наступит период, ты это понимаешь, ты там себе галочку поставил, главное осознавать это все, осознанность. Потом чуть-чуть отложить в сторону работу и больше заняться там, бытом, домом, детьми, я не знаю, оккультуриванием каким-то, еще чем-то, что для вас в приоритете. Мне кажется, баланс так работает, по крайней мере, для меня. А вот постоянно, на постоянной основе, как-то на одном уровне поддерживать все сферы, ну, мне кажется, это миф. Вот, допустим, сейчас у меня очень сильно просел дом, быт, дети, ну, я себе все время говорю, пока так, ну, вот сейчас, там, пицца, вот у нас уже который раз вместо домашней еды, там, каждый раз подхожу к зеркалу, думаю, так, пора бы уже протереть, ну, не сейчас, не сейчас, пока не могу, чуть попозже, ну, вот, вот так все время приходится чем-то жертвовать, наверное, но это временно, главное, чтобы не на постоянной основе на это забивать, потому что тогда, я думаю, да, как раз-таки это и приведет к выгоранию, кстати, по поводу выгорания, я второй, третий день не могу досмотреть запись, я засыпаю, потому что, пока я дохожу до компьютера, посмотреть что-то свое, я уже все. Да, это точно, идеальный баланс это что-то из сферы успеть все, просто с другой, с другой точки зрения, Рита, давай ты. Да, вот Женя отлично сказала, ну, пока так, вот эта фраза, мне кажется, она такой талисман, ну, пока так, я поняла, что раньше я тоже пыталась там баланс, какие-то трекеры, челленджи, потом решила отказаться, но вот я уже пару лет, я поняла, что я живу каким-то циклом три года, вот, например, у меня сейчас три года, когда я занимаюсь работой, это я, конечно, сложно это понять, на три года себе распланировать, это наоборот в какой-то ретроспективе, ты понимаешь, что там, вот эти три года у меня были годы супер тусовок, потом три года тусовок у меня сменились, три года затворничества, вот в прошлом году у меня начались снова три года тусовок, я думаю, наверное, через год затворничество, но не знаю, посмотрим потом. И я тоже поняла, что вот когда ты себе, ты просто себе разрешаешь пожить вот как есть, ну, грязное зеркало, ну, там, едим без доставки, ну, ничего страшного. Мне кажется, это гораздо важнее себе просто разрешить нормально жить и не думать, так, вот я пять часов переводила, а вот нужно спортом позаниматься, но не хочется заниматься, не занимайся. Просто разрешить себе и не пытаться опять же куда-то прятаться за вот этим планированием, за этим образом себя. Я на прошлой ёлке об этом тоже говорила. Куда, ну, для чего мы хотим какой-то баланс соблюдать? Наверное, чтобы в своих глазах казаться себе хорошими. Но, по сути, только мы себя и видим, и я думаю, нет смысла пытаться выставить себя тем, кем ты не являешься. Ну, проседает какая-то сфера, значит, в следующем цикле уделишь ей больше внимания, просядет что-то иное. Наверное, вот, мне кажется, вот это и есть баланс. Не стоит стремиться, что у меня всю жизнь всё равномерно одинаково, всё-таки человек тоже меняется. Кто-то там совмещает работу, учёбу, а потом семья начинается. И вот стоит, наверное, понятие баланса немного заново найти новое определение. Это точно, что, да, по жизни постоянно начинаются какие-то новые периоды и приходится всю жизнь свою перестраивать. Я думаю, что важно ещё не слишком увлекаться сравнением своей жизни с чужой жизнью. Особенно, если ты понятия об этой жизни имеешь, например, там, из социальных сетей, потому что люди себя презентуют с определённой стороны, и совершенно не обязательно у них всё идеально, а у тебя прям не идеально, и из-за этого не стоит сильно загоняться. Мы начинали, по-моему, встречу, если я правильно помню, по поводу того, что мы все говорим в этом на одном языке, но на самом деле каждый из нас поднимает что-то своё под теми словами, которые мы объясняемся. И слово баланс — это очень опасное слово, на мой взгляд, потому что что мы поднимаем под ним, что такое баланс? У каждого он свой, у каждого он формируется не только желаниями, но и конкретными обстоятельствами. Не всегда возможно перепрыгнуть через каменную стену, которая у тебя просто стоит по жизни. И с учётом этого, мне кажется, баланс — это самое главное душевный баланс понимания того, как ты себя ощущаешь внутри, в текущий момент. Вот это, наверное, самое главное лично для меня. Да, бывают переработки, да, не всегда есть ощущение, что делаешь всё оптимально. Иногда хотелось бы больше времени, чтобы тупо порубиться в какую-нибудь новую игрушку, потому что вроде бы я считаю себя геймером, но я не обходил никакой большой триплэй уже, наверное, года два-три, потому что, наверное, просто времени нет. Здесь вопрос в сознании того, в самом деле, что наша жизнь — это некое постоянство. Мы постоянно меняемся, наши обстоятельства меняются, да и наши паритеты, наши ценности меняются. И это абсолютно нормально. Я не очень люблю этот подход, «живи день от дня», но в какой-то мере он обоснован, потому что для каждого дня есть некий свой баланс. Если, например, меня вчера завалили, сегодня меня вдруг не завалят. И для этого нового дня будет свой баланс. Самое главное — просто не сходить с ума и не выгорать. А для тех, кто не хочет выгорать, смотрите нашу ёлку выгорания, нашу играющую ёлку. Небольшой продукт-плейсмент. Так, давайте Аня, а потом Тома. Тут мне очень кажется, что надо просто относиться к себе с большим добротой и отстать от себя, и позволить просто жить и не думать, что ты там где-то не доделываешь. Потому что все эти разговоры о том, что должен быть баланс, о том, что обязательно ты должен разграничивать жизнь и работу, ты не должен смешивать вечером и сидеть за компьютером, ты не должен работать в зоне, где ты там спишь, ты не должен там, или там, не знаю, ты должна заботиться о себе, поэтому постой там на планку в день достаточно там пяти минут. Я всегда так начинаю злиться, на самом деле, от этого, потому что я столько всего в жизни должна, а тут я ещё и должна там, не знаю, в планке стоять пять минут, или там должна о себе заботиться. Ну то есть, почему так много должностнования в нашей жизни, почему нельзя просто, вот я захотела постоять в планке, я пошла, постояла. И если это там, не знаю, час ночи, то я в час ночи постою в планке, потому что вот мне захотелось это сделать в час ночи. У меня как-то это так работает, что я когда понимаю, что мне чего-то не хватает, ну вот вдруг, у меня там не хватает друзей, я вообще интроверт, и я редко встречаюсь с друзьями, но они у меня есть, слава богу. И если я прям чувствую, что мне надо с ней встретиться, я им пишу, и мы встречаемся. И как-то это закрывается на какой-то момент, это потребность. Я в какой-то момент переживала, что я перестала много читать ребенку вслух. Ну у нас такая традиция, что она уже давно читает сама, но у нас традиция, что мы продолжаем это делать вместе, потому что, как бы так, во-первых, у меня появляется легальная возможность читать Young Adult, которого прекрасный, которого у меня не было в детстве. А плюс мы обсуждаем параллельно еще какие-то важные моменты. Я когда переживала, что я стала делать это меньше, потому что, ну у нее школа, там уроки, моя работа, и мой фум, спать. А тут мы начали ездить, по часу в день в школу, и вот мы теперь читаем в метро, и как-то вот вроде неудобно сначала казалось, а сейчас мы уже так привыкли, что и эта потребность закрылась. Ну то есть это как-то, мне кажется, просто давайте мы будем жить и как-то радоваться тому, что у нас есть работа, радоваться тому, что у нас есть семья, радоваться, что там, друзья, и все. Жить как получается и стремиться к хорошему, как-то так. Тома, давай ты... Мне хочется, очень хочется выступить с некоторым адвокатом психологов и коучей, потому что, ну, я много лет интересуюсь и психологией, и коучингом, и подписана на разных блогеров, и там проходила терапию. Я на самом деле никогда ни у психологов, ни коучей не видела такого посыла, что вы должны равномерно время и силы распределять на все сферы. Для меня это вообще сейчас какая-то новость. Вот это колесо балансов, это колесо вашей удовлетворенности сферами. То есть, если вы не готовите дома, и вас это устраивает на 10 из 10, у вас все в балансе. То есть, это всегда, ну, по крайней мере, все, что я читала, видела, это всегда было про это. И, в принципе, это даже в, ну, профессиональной этике и коучи, и психологов прописано, что, ну, человек, который проходит терапию, он лучше знает, что ему нужно. То есть, мне кажется, что здесь есть какое-то неверное понимание того, что пытаются донести вот эти представители этих помогающих профессий. То есть, баланс, это действительно, как сказал Кирилл, это про внутренние ощущения. И, в принципе, если у человека все в балансе, он вообще не будет интересоваться никакими колесами баланса, никакими цифрами, никакими списками. Просто зачем? Если у него и так все хорошо, и все по маслу. Если человек этим интересуется, значит, наверное, все-таки действительно что-то где-то проседает. Иначе бы не было просто вот этой потребности. Что-то где-то там докрутить, что-то где-то посмотреть, проверить, оценить. Это все исходит из каких-то, ну, какой-то внутренней неудовлетворенности происходящего. Вот. Юля, ты хочешь что-нибудь добавить на эту тему? Да, я бы, пожалуй, добавила. Но тут все говорят про равномерное вложение сил во все сферы. Лично у меня дисбаланс работы и жизни был из-за страха, что если я сейчас не работаю, значит, я сейчас не получаю деньги. Если я не получаю деньги, значит, все, я умру от голода, клиенты больше не будут давать мне заказы. То есть, часто бывает так, что дисбаланс, он из-за того, что страшно потерять клиентов. И тогда можно пересмотреть начало нашей елки, где мы говорим про страхи, как с ними бороться. Все правильно. Красиво получилось, красиво ты зациклила, мне прям понравилось, как это получилось хитро. Кирилл? Я недавно смотрел, я понимаю, что Санна получила какой-то сюжет по поводу диеты и прочего, и, конечно, была следующая мысль, что есть или не есть нужно ровно столько, сколько требует организм, сколько душа требует. Наверное, тоже самое по поводу работы. Работать и отдыхать нужно ровно столько, сколько это требует наш организм. И самое главное, не чувствовать, что надо стремиться к какому-то единому стандарту. Да, но тут нужно не забывать, что есть такое понятие, как пищевые расстройства, когда человек не понимает, когда нужно остановиться. И также есть и трудоголизм, когда человек может как бы сутками, и ему это интересно, и это классно, особенно когда ты пришел например на новую работу. Это говорит трудоголик, признанный трудоголик. Да, это правда. Давайте спросим у чатика, есть ли у нас еще какие-то вопросики. Если у нас есть вопросы, то мы на них ответим. А, у нас был вопрос, к которому мы хотели вернуться, его задали в начале, и мы хотели вернуться в конце. Давайте я его озвучу. Добрый вечер, уважаемые коллеги, нам пишет Данил. Как смириться с мыслью, что достичь уровня таких гуру перевода, как Фалафеев, Палашченко, Ермолович, Алексеева и прочие труднодостижимо, а то и невозможно. Да, есть примеры Садыкова, Казакова, но выстреливают немногие. Я начну отвечать, например, мне может быть немножко стыдно, но на самом деле нет, я не знаю ни одной из этих фамилий. Я скажу так. Кирилл, давай. Кирилл, Я знаю эти фамилии, я лично знаком с Алексеевым, и я выступал в паре учебных курсов на равнице с Палашченко. Данил, я на самом деле, у меня вопросы к вашему вопросу. Смотрите, если вы с нами еще. Смириться, достичь уровня гуру, труднодостижимо, невозможно. Во многом вы уже закладите в ваш вопрос некий ответ, причем однозначный ответ, и ответ самый обидный, мне кажется, который умаляет в вашу первую очередь ценность как специалистов. По поводу того, что выстреливают немногие. Это так в любой сфере. В любой сфере есть определенный набор звезд, которые у всех более-менее на слуху и более-менее светятся. То же самое в нашей сфере. Вы могли бы туда вообще бакарно поставить, и был бы полный список. Это нормально. И что, это не значит, что мы должны с чем-то смиряться. Это не значит, что мы обязательно должны думать о том, что эти люди лучше нас. Мы должны радоваться их успехам и делать все возможное для того, чтобы добиться успеха в наших собственных начинаниях. Я бы поставил следующий вопрос. Во-первых, не надо ни с чем смиряться. Во-вторых, не надо думать по поводу гуру, что они лучше нас. Все эти люди, которые выписали, они тоже скорее всего начинали с определенной точки. И они скорее всего задавались теми же вопросами. И я думаю, что лучшие представители из этого списка до сих пор задаются такими же вопросами по поводу того, что они делают, насколько они заслуживают этого громкого слова гуру. Проблема любого истинного персонала заключается в том, что он сознает свою конечность и свою органичность. И поэтому я уверен, что большинство звезд, они в первую очередь смущаются даже все ли я делаю, что нужно. Вообще звезда я или нет. Я не знаю, я такое скорее в теории, чем в практике. Я пока еще не чувствую себя звездой, тем более не чувствую себя сопоставимым, например, с Ириной Алексеевой. Но я знаю, кто я, я знаю, что я делаю, я знаю, что я сейчас уже достиг, я понимаю, что я буду всю свою жизнь шагать вверх по этой скале, и не всегда будет чего-то не хватать. У меня выходит в этом месяце роман Нобелевского луриата Мояне, который я отредактировал, который я доперевел после кончина Игорева. Это мой проект Мечты. Это проект, после которого ко мне, как китайску, не будет особенного вопроса, потому что Мояне – это Мояне. Это некий маркер, который обозначает меня. И что? И что? Это ничего не значит. Потому что, как сказала Елена, есть люди, которые не слышали ничего о Мояне, так же, как и Елена, и в этом ничего ужасного не слышала о указанных Вами лицах. Мы все знаем кого-то по стольку. Не надо бояться себя. Не надо чувствовать, что вам надо мирить с собой. Будьте в мире сами собой, как вы сейчас есть. Это уже ценно. Вы ценно уже тем, что вы есть. Независимо от того, кто вокруг вас. Это вот опять возвращаясь к вопросу, что не нужно слишком сильно себя сравнивать с кем-то другим, потому что даже если человек признанный авторитет, это не значит, что он нравится всем. Не значит, что его работа нравится всем. Всегда будут разные мнения на работу, отношения к любому человеку будут разными. Давай, Рита. Кирилл уже так полно и так терапевтично это все сказал, что уже сложно что-то добавить. Но вот я тоже знаю перечисленных людей, лично знакомо общалась с Павлом Палащенко, Ириной Алексеевой и Маркленом Конурбаевым. Вот смею заверить, эти люди не... Вот когда мы слышим гуру, это сразу что-то такое, о, боже, поклонение, какой-то забронзовевший памятник. Абсолютно нет. Это люди, которые, несмотря на то, что у них опыта перевода больше, чем у многих из нас, и, наверное, возможно, больше, чем у автора вопроса опыта жизни. То есть просто представьте, вы живете, а у человека опыт работы только дольше, чем опыт всей вашей жизни. Зачем себя вообще с ним сравнивать? И вот по поводу Лен, ты по поводу сравнения говорила, мне кажется, сейчас мы живем в таком времени, когда мы можем благодаря интернету, каким-то технологиям познакомиться с опытом такого большого количества человек, что наш мозг еще не успевший подстроиться под технологию, он просто уже с этим не справляется, и поэтому действительно, мне кажется, не стоит... Во-первых, стоит понять, что уровень абсолютно у всех разный, и зачем смиряться с какой-то мыслью по поводу достижения. Может быть, вы достигнете даже большего. Хотя, опять же, что вот больше-меньше, это такая условная величина. И по поводу гуру и живых памятников у Ирины Алексеевой на Горьком было в прошлом году очень крутое интервью, и во второй его части она сама как бы рефлексирует свой опыт. Да, Ирина Алексеева, это вообще человек, известный в переводческой среде, директор школы перевода среди переводчиков немецкого, сейчас это один из крупнейших художественных переводчиков. Но она сама себе, то есть вот этот гуру, про которого задают вопросы, она сама себя спрашивает в этом интервью, Ира, что тебе важнее, быть лучшей или сплыть лучшей? То есть люди, которых кто-то назначил на должность гуры, гуру, гура у нас одна, это Эмма, но на должность гуру они сами часто с этой ролью, это, поверьте, это тоже очень сложно. И вот интервью Ирины Алексеевы можно прочитать, это боль большая, и поэтому в общем, сами люди, которых считают гуру, часто такими себя не считают, постоянно находятся в поиске. Вот как Кирилл сказал, нужно уже принять, что вас достаточно, что вы молодец, и идти дальше уже не сравнивая себя ни с кем, просто радуясь тому, что какие успехи возможны, и строя свою жизнь, и не ограничивая себя, вот хочу стать как фололеев. Ну, может быть, вы еще чего-то большего достигли. Мне, кстати, очень понравилось, как Кирилл сказал, что он выполнил проект мечты. Вот проект мечты, это действительно классный такой маркер именно для себя. То есть у меня тоже, например, есть проект мечты, который я мечтаю сделать, пока он недостижим. Вот достичь вот то, что ты конкретно для себя поставил, то, что тебе интересно, это действительно ценно и гораздо более адекватный ориентир, чем быть как кто-то. Я хочу сделать что-то, что-то конкретное. Вот это как бы да. Давайте Женя, потом Тома. Я присоединяюсь к ритинным словам о том, что Кирилл уже довольно исчерпывающе ответил, но от себя добавлю пару моментов. Допустим, я какое-то время назад считала Риту, гуру в мире переводов и вообще не думала, что буду вот так сидеть с ней за одним круглым столом. Или, например, Лену Худенко, которая перевела «Твин Пикс», «Твин Пикс» написала статью в трамвай, журнал моего детства, не статью рассказ. Это просто всё. Я назвала её на прошлой нашей встрече, как я тебя называла, человеком-легендой. Человек-легенда, да. Я себя таким не чувствую совершенно. Ну, написала рассказ, ну и что, да? Да. Это мы кого-то наделяем вот этими определениями, гуру, не гуру, легенда. Соглашусь, что вот в большинстве эти люди вполне простые. Вот, допустим, мне пришлось написать, ну, как пришлось, я рада, что я написала письмо Дмитрию Бузаджи. Ещё год назад, когда я смотрела его видео «Обучающее», я тоже думала, вот это человек, вот синхронист. Мне так никогда, я так не смогу, да. И тут он выиграл у нас наши премии, я со всеми победителями связывалась и написала ему письмо. Ну, что вы думаете, он мне ответил как-нибудь высокомерно, типа, зачем мне ваша премия? Нет, он был искренне рад, ответил на письмо, я не была уверена, что он вообще ответит, просто нашла электронную почту там на сайте где-то, ответил, поблагодарил, сказал спасибо, очень приятно. Ну, в большинстве это просто обычные люди, которые себя как раз-таки гуру не считают. И вот Лена сказала классную вещь, и я прям хочу, наверное, дать практический совет, хоть и не брошенный, вот по поводу того, чтобы придумать себе какую-то мечту, какой-то проект мечты, просто поставить себе задачу и не пытаться прийти к какому-то идеалу, вот встать как Фололеев, или там как Бузаджи, или еще кто-то, тогда будет проще. Как там, опять же, говорят психологи, цель должна быть измеримой. Вот нужно поставить себе какую-то цель и просто к ней идти. Кстати говоря, эту цель даже не обязательно ставить, она просто сама собой в какой-то момент поставится. Ты просто в какой-то момент, да, я думаю, что Кирилл... И еще важный момент с этой целью не просто мечтать, очень, я заметила, для меня прям работает вслух кому-то про нее говорить. Она тогда обретает какую-то материальность говорить, либо писать, если у вас есть какой-то канал. Вот сейчас, у меня следующий проект мечты, вот сейчас я уже сериал перевожу с английского, классный, такой, как мне нравится. А дальше я хочу кино для кинотеатра. Вот, я об этом сказала. Да, это здорово. Ой, у меня кошечка чихает, я удивилась. Давай, Тома. А я как-то даже вот логично продолжу то, о чем говорила Женя, потому что действительно из этого вопроса вообще непонятно, о каком уровне речь, типа уровень это что. Если человек просто спросит, ну, я не знаю, что ответит, но вот бывает, что кто-то говорит, я хочу быть как он, а каким ты хочешь быть? Ну, вот таким вот классно. А что он классно делает? Ну, он здоровски передает стиль автора, а как он передает стиль автора? Ну, он делает, ну, человеку, в общем, трудно конкретизировать, непонятно, он что-то хочет, о чем-то мечтает, он уже заранее смиряется с тем, что он мечты не достигнет, при этом не может объяснить, о чем конкретно мечтает. Поэтому, если уж вы мечтаете, то лучше конкретизировать. Если вы можете ответить на вопрос, что именно, я понимаю под высоким уровнем, конкретные знания, умения, навыки, инструменты, способы, которыми пользуются перевозчики, если вы можете это конкретизировать, вы можете этому научиться. Это сто процентов. Если вы не можете конкретизировать, скорее всего, речь идет о какой-то индивидуальности, и она и так у вас есть. То есть, и Алексеева, и Никон Рубаев не смогут перевести так, как вы уже. Может быть, они тоже расстроятся когда-нибудь из-за этого, потому что на то это индивидуальность. Все так. Аня, Юля, что-нибудь хотите добавить? Мы уже с вами потихонечку начинаем раскланиваться. Я можно немножечко добавлю по мысли Жени про то, что важно говорить мы свои мечты вслух. Это я прям очень-очень сильно поддерживаю эту мысль. Не в том плане, что это там... Ой, ты пропал. У тебя пропал звук. Прием, прием. Ага, теперь да. Отлично. Я поддерживаю мысль Жени, что нужно мечты проговаривать вслух не из-за каких-то посланий вселенной, аффирмаций вот этого всего, а просто потому, что ваши мечты может услышать человек, который вас к ним приблизит. У меня мечта была также выступить на каких-нибудь елках, потому что до этого я их всегда смотрела, и мне очень хотелось выступить, поговорить, поделиться опытом. И я просто у Лены на канале в одном из комментариях написала, я тоже хочу выступать. И именно Лена меня как раз и пригласила на одну из елок. Кстати говоря, я этого не помню, твоего комментария. Но видишь, он все равно сработал. Он все равно сработал. Да, но сработало. Поэтому, может быть, и на вашем пути тоже есть какие-то такие люди, про которых вы не знаете, что там, ну, допустим, они работают с кино в кинотеатрах, но, возможно, они там вас сведут с кем-нибудь, еще с кем-нибудь, запомнят вашу эту мечту, и, может быть, при разговоре с другим человеком вспомнят, ага, у меня есть такой человек, он изъявлял желание, у него есть опыт, я их сведу. Вот. На этом все. Да, это сплошь рядом действительно случается. Еще один, как сказать, центр в копилочку, почему нужно общаться с другими людьми и в профессиональной сфере своей. Да, вот видишь, Женя, елки-то, на самом деле, они же только второй год, поэтому, да, если кто-то еще хочет на елках выступить, то не стесняйтесь писать об этом в комментариях на наших каналах, даже если мы не запомним, это все равно где-то отложится. Рита, давай. По поводу елок хочется еще раз выразить огромную благодарность организаторам и идейным вдохновителям, и мне кажется, очень важно, когда организуют мероприятие для отрасли и организованной отрасли, то есть не то, что мы приглашаем 10 гуру, и они там сидят, бурят что-то на своем, мне кажется, у очень многих комментаторов нынешних елок есть огромный потенциал организовать или поучаствовать в елках следующего года, и это настолько, да, говорят на своем бурском, и это настолько вдохновляет, что ты можешь поговорить с теми, кого ты когда-то считал памятником, а теперь ты можешь назвать этого человека другом, и, по-моему, вот такое очень сильно сближает отрасль, поэтому еще раз спасибо всем, кто это вдохновил, всем, кто это провел, Лен, спасибо тебе как модератору и сборщику наших гурских, в общем, все, язык заплетается, короче, это огромный восторг, и спасибо всем. Спасибо всем участникам, и спасибо платформе Pro Translation за то, что вообще придумала такую классную идею продолжать новогодние праздники вот такими посиделками, я считаю, это очень, очень полезно и здорово, полезно во всех смыслах. Я думаю, что на этом мы будем с вами закругляться, мы как раз выбрали два часа, которые мы изначально для себя закладывали, поэтому, и из большего мы ответили на большую часть вопросов, я думаю, что все остальное уже не столь важно, вот, поэтому всем хорошего вечера, спасибо, запись обязательно будет, я надеюсь, что в этой записи никто не пропадет, поэтому, поэтому, кто пропустил, тот посмотрит просто в записи. Всем спасибо, всем до свидания. Всем пока, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok